Итак, здравствуйте, ребята. Рада вас сегодня видеть на опыте. Итак, начнем с вами урок. Вспомним с вами, что мы с вами изучали на прошлых уроках. Генетика. Генетика. Итак, хорошо. Что такое генетика? Что такое генетика? Генетика. Это полностью генетика. Что такое генетика? Можно? Пожалуйста. Наука и предусмотрительная. Наука наследственности. Наука наследственности. Еще более полную. Изменчивость. Изменчивость. Хорошо. У меня такой вопрос. Скажите, где в жизни каких отраслят применяется генетика? Пожалуйста. Северка сельская хозяйство. Сельская хозяйство. Хорошо. Итак, выклипаем сельская хозяйство. Еще. Ботаника. Ботаника как? Вот в нашей жизни, где вы можете встретить значимость генетики? Рождение. А это что? Медицина. Медицина, да? Медицина тоже сейчас огромный. Который делает генетические знания. Медицина. Итак, еще где? Еще где? Еще где? В эфире мы смотрим. У нас еще немножко. У нас сейчас по телевизору очень много различных сериалов. Посмотрим, какого плана. Различные криминальные, да? И криминалистика, она тоже опирается на генетику. Потому что где-то можно сделать анализ, да? ДНК сравнить и так далее, да? Поэтому криминалистика тоже имеет отношение к генетику. Еще. Посмотрим, да? Совершенно верно. Сейчас очень много. И, в принципе, и самоустройки, и кожи, да? И средства и так далее. Так, еще где? Хорошо, я помогу. Это фармакология. Фармацептик сейчас также опирается на различные генетические разработки. То есть, он делает много лекарств, да? С применением именно при работе с ученым генетиками. Так, вот как вы думаете, что из этих отраслей больше относится к нашему сегодня с вами уроку? Сельское хозяйство. Сельское хозяйство. Теперь давайте подумаем, какова связь генетики с сельским хозяйством? Где именно находит свое место генетика? В земледелии. Что в земледелии? Именно там, где генетика в земледелии. Что такое земледелия? Выращивание новых видов растений. А как, ну, вот сам способ выращивания или где? Это скрещение. Скрещение. Что он делает в это время? Скрещение. Собавляем. Создаем. Создаем какой-то новый организм. Как это называется? А что это за отрасль такая, которая занимается созданием? Селекция. Селекция. Это селекция. Это селекция. То есть получается, что генетика находит свое место именно в селекции принимаемых. Вот в сельском хозяйстве. Хотя там много разных других. Легра, кешлика. Там уже в одном листах. Но генетика связана непосредственно с селекцией. Как же они связаны между собой? Каким образом? Давайте подумаем. Как? Как генетика связана с селекцией? Получается, генетика изучает генами. А селекция создает создание новых каких-то новых. Итак, то есть генетика занимается генами, а селекция создает новых видов, да? Так тут какая здесь связь? Добавляем новых генов, может, что-то получается. Ну что получается? Генетика это какая наука будет? Практическая. Практическая или теоретическая? Теоретическая. Теоретическая, а селекция практическая. То есть вот эта связь. Генетика является теоретической базой науки селекция. Какая наука из них древнее? Селекция или генетика? это так когда человек уже начнет возделывать растениях он сполкнулся с селекцией тема нашего с вами урока генетические основы селекции организма посмотрите то есть эта связь генетики селекции потому что селекция является прикладной основой генетика поэтому и здесь не случайно такая тема поэтому мы сегодня как раз мы будем с вами рассматривать селекцию с точки зрения генетики ну а что же такое наука селекция вот определение науки селекция пожалуйста запишите какое здесь слово является основным в этом угрозе наука селекция а наука о чем методах создания новых селекции вот какой здесь основной 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 наука наука о методах Что такое метод? Что такое метод? Как? Как получить? Как получить? Еще как? Можно агнатилизовать метод? Способ. Еще? Путь. То есть здесь очень много можно привести с иноми. Главное, что это именно направление движения. Какие же методы существуют в селекции? Вот это наша с вами сегодня основная работа. Методы селекции. Вот перед вами задания. На слайде изображено два растения. Это черная роза и черный тюльпан. Как их можно получить? Допустим, у вас желание получить черный тюльпан или черную розу. Я себе скажу черную розу. Как их делать? Итак, поднимите, пожалуйста. Обсудите. Как получить черную розу или черную тюльпан? Надо отобрать подходящий по цвету. Тюльпан. А какой цвет черный? Самый темный. Самый темный. Потому что в природе черного цвета это чуть липан не бывает. То есть берем цвета или самый темный из того, что у нас есть. Ну а какие темные цвета? Темно-бордовые. А дальше что делать? Потом пересаживать. И каждый раз семена брать и пересаживать. Высаживать. И выбирать опять самый темный. И в результате в конечном счете мы с вами подойдем к тому желаемому результату. Как называется этот метод? Отбор. Отбор. Мы постоянно с вами отбирали. И как вы думаете, древнейший человек какой метод использовал? Отбор. Тоже отбор. Это самый древний основной метод, который действует и в нашей с вами жизни. Не только в биологии. Мы постоянно с вами делаем выбор. Выбор, допустим, что есть, что одеть с утра, чем заняться. И в природе тоже есть отбор. Мы с вами будем тоже изучать. Естественно, отбор. А вот в селекции есть искусственный отбор. Потому что человек отбирает. Так вот, отбор бывает двух видов. То есть это отбор массовый. Когда мы не знаем, что там, мы просто отбираем то, что нам нужно. Не опираясь на то, чем заложен данный тризм. И есть индивидуальный. Когда конкретно одно растение выбираем и уже работаем с генетическим материалом. Скажите, пожалуйста, вот этот метод нужно отнести к генетике? Да, да. Ну, как бы отчасти, да? То есть здесь особо генетического метода. Это просто отбор. Мы разбираем то, что у нас есть по признакам. Мы не разбираем с точки зрения генетики. А вот другие методы, которые мы с вами будем изучать, они уже относятся именно к генетическим. Итак, что же это за методы? У вас сейчас будет групповое задание. Вы должны в течение десяти минут разобрать один из методов. Всего их пять методов. План у вас разбора на слайде. Это название и сущность метода. То есть очень кратенько, конкретно. То есть чем обусловлен этот метод? Как появился? То есть какие-то достижения к нему подошли? То есть сам момент появления вот этого метода. Ученый внесший свой склад в создание этого метода, либо его поддержание, да? То есть использование. И область эпиземии. То есть где применяется данный метод? Итак, ну задание. Пять заданий. Сейчас. Вот это. Это опять было. Почему? Значит, ребята, для работы у вас есть большой лист. Большой лист, на который мастером нужно будет писать. Сразу скажу. У вас только четыре листа. На каждого участника имеется это задание. Они абсолютно одинаковые. Вы можете делать отметки. Вы можете подчеркивать. Вы можете подчеркивать. То есть в этих листах вы можете отмечать, это первое дело за методом. И учебный параграф 29, 31. Одни методы в 27 параграфе, два метода в 31. Итак, два, 10 минут. Вообще-то вообще источность. Можно не подчеркивать. Скажите, если будет вопрос. Сначала прошу. Спасибо. 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 Итак, ребята, кто готов представить результат работы группы? Продолжение следует... 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 Размеры не отличаются, а отличаются остистостью, то есть ости, которые отрастают. Ложи отличаются количеством колосков. Есть один, который такой же количеством, а есть у которых больше вместо колосков. Как вы думаете, что использует селекционер? Селекционер использует исходную форму или он берет мутанты? Исходная форма. Может исходная, а также мутанты, например, да? И чтобы посмотреть, а куда это качество можно припитать, а как он не убит, да? Сказывается на дальнейшем на растение, а возможно это новое устройство и так далее. То есть это материал для селекционеров. Хорошо? Так, следующая группа. Пожалуйста. 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 Название полиплоида. Слышен. П którejплоида. В увеличение числа хром teammates, кратное габлоидову напору. В 1992 году герасимов следовал влияние температуры на клетке зеленой воды спирогера и обнаружил явление изменительного числа ядер в клетке. Ученые, внесшие вклад. Герасимов открыл полиплоиду. Коротиченко преодолел веслоги и создал капустуно-любедичный юрид. Местер, лебедя, держатель и писарь создали три кармена. Цицер создал гидраклозную озимую рожь и астралумов создал полиплоидную форму тудового шенкоприана. В области герасимов применения, селекции сельскохозяйства. При полиплоидии растения становятся более мощными и более плодоносными. Например, бричника. Вот здесь растение более титроплой, оно более мощное и более светистое. Селекистая цепь. Урожайная. Колокольчик более мощнее и намного больше цветов, чем у диплоидов. Диплоидов. Это что же такое? Это минус. Когда растение не может добавить потолк, не добавляет. Увиден человек. Да. И он начинает добавлять. Он сильно. Он ушел все. Вот так, ребят. Вышел кашлы. 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 По этому методу у нас есть примеры, да? Это обычная сахарная цветла. А это полиплоиды. Вот один полиплоиды. То есть более крупные размеры. Качество, урожайность данных полиплоидов намного выше. И многие растения у нас, как картофель и кукуруза, сейчас огромное количество полиплоидных сорок. Они более крупнее своего микрофлета. Хорошо. Следующая группа. Наш метод гибридизации. Итак. При гибридизации скречного организма, отличающейся наследственной информацией. При оплодотворении происходит слияние двух различных когнатипов половых клеток с образованием зиготы, из которых развивается новый организм. Осуществляется человеком селекция. Отдаленным гибридом наблюдаются явления гитера и виса. Это явление, появившееся жизненным способом. И продуктивность гибридов первого поколения. Примеры гибридов. Самый популярный – это табак, капуста, капуста… В курсе. Нет. В курсе. В курсе. В курсе. Второе. Как появился? Первый опыт в России в 1736 году. Немецкий ботаник Коль Рейкер. Итак, ребята. Закончили мы с вами этот эксперимент. Теперь, пожалуйста, представьте свои полученные результаты. Я показываю, погодовала? Пожалуйста. Из предложенных экземпляров у него сейчас формация экземпляр по номерам один. Он в меру кислый, в меру сладкий, понравился мне больше всех. Экземпляр 2 и 3 сильно кислый, мне не понравились. Четвертый экземпляр – он сильно водянистый и почти безвкусный. Хорошо. А вот промышленность масштаба? Если с точки зрения промышленность масштаба, как вы думаете, какой больше подходит? Держит такой. А вот чек-бор – это более крупный. Сильно водянистый. Ну, он водянистый, но он же крупный. А вы же методы селекции там знаете? Вот, пожалуйста, и подумайте. У него больше всего зока. С первого много всего, как? Ну, хорошо. Какими методами? Как-то можно все улучшить на наш тюрьку. Просто вы оставили бы их, да? И ничего мы уже не делали. Ну, хорошо. Да. Еще какая-то другая, пожалуйста. Отходи еще. Я покажу. Вот, смотрите. Первый. Первый – был помидор довольно такой формы. Ни небольшой, ни маленький. Такой средний. В нем было много сока. Была мякоть, не сладкий, но водянистый. Второй был – много семечек. Сока почти не было. Безвкусный и вот такой соленый немножко. Вот. Третий был – черри помидорка. Маленькая, хорошая форма. Кисло-сладкая, мало сока, много семечек. Тоже. Четвертая была более крупная, мягкая и сладкая. А пятая – мы смешали четвертую и первую. Ну, то есть более пригодные для сока. А что получили по вкусу? Получили сладкий. Вкусный? Да. Вкусный, конечно. Ну и ваше предположение. Получение сока уточнительного масштаба. Из них выбрать и сделать новый сорт. Новый сорт. Новый сорт. Более пошел из 4. Не знаю, как он назвали. И первого. И первого. Что бы вы делали? Как бы вы с чем-то работали? Какой бы вы метод применили для получения нового сорта? Гипотизация. Гипотизация. А, еще. И полиплоидит. Полиплоидит. Возможно, если какой-то сорт устраивает, то сорт плейди и можно. У вашего получается два сорта, поэтому здесь, скорее, какой метод? Дневная инженерия, да? Вырезание одного, встраивание с другой. Хорошо, так, пожалуйста, ваши результаты. Больше всех понравился первый, он самый сочный и самый сладкий. Второй, он мало сока, не водянистый совсем. Костичек, семечек много. Третий, самый кислый и очень мало сока. Третий, ну, вкуса мало и мякоти много. Ну, сока уже мало. Все. Выбираем первый. Первый по количеству сока, да? А будет по формам какой больше? Четвертый. Четвертый. Четвертый, да. Как-то можно работать? Все-таки промышленный состав, промышленный заинтересован в дешевизне товара, да? Ну, и, естественно, воды должны более крупными быть. Из черри, я думаю, она вряд ли кто-то будет выдавливать сока, да? Поэтому, как-то вы улучшили бы или просто взяли бы номер один и все? Нет, номер один. Наблюдо. Больше сока надо. Нет, сока... Его же можно как-то улучшить? Нет. Как, если вы имеете в виду? Наблюдо. 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 Что вы сделали? Как метод называется? Склещем. Склещем. Гибридизация, да? Хорошо. Хорошо. Да. Пожалуйста. Вы. Первый по размеру, третьей, сочной, кислой, санковатой. Второй, плохо дает сок, очень кислый. Малый по размеру отличается от других, как выраженными рыжим цветом. Третий, мелкий, кислый, среднее количество сока. Четвёртый, большого размера, очень мало сока, излишне незабиление семян, кислозадкий вкус, почти искусный. В пятом соединили четвёртый и плен. Итак, что вы здесь делаете? Ну, какие вы выбираете? Плюс первые самые уличные. Полный количественный цвет, да? Да. Как-то улучшать? Улучшали больше? Нет. Или так бы и оставили? Нет. Отбором. То есть, нет там отбора. Можно? Хорошо. А ещё? Ну, например... С четвёртым можно соединить, да? Да ещё? С третьим. С третьим. А в третьем что у вас понравилось? Сам фут, да? Сочный, в третьем, большая сочетание, кислопадки. Так. Ну и с третьим уже было, да? Тоже. А вот метод генной земли вы смогли применять здесь? Нет. Например, в первой строить ген четвёртого размера. И число. А всё остальное оставить так, как оно было. Да, да? Хорошо. Ну что так? И последний. У нас группа осталась. Первый понедор крупный, хороший, даёт сок. Второй. Маленький, жёлтый, твёрдый, не даёт пропа. Третий. Маленький, есть сок, мягкий и сладкий. Четвёртый понедор крупный, рыхлый, мало сока. Нам больше понравился второй. Тем, что он даёт сок. Первый, третий, нам понравился. Итак, третий по какому качеству он подразился? Сок. Сок. Мягкий. А первый? Сок. Сок он. Итак, и какие методы предполагаете? Геннерзация. 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 Хорошо. А отбор допустим? А отбор. Потому что он будет долго везде, да? Не использовать внимание, да? Я уже не говорю. Хорошо, ребята. Итак. Все подлично справились. У всех практически получились одни и деже результаты. То есть первый экземпляр был наиболее сокообильный. То есть он давал очень много сока. Четвёртый, он был более крупный. По вкусу, конечно, вкус дело индивидуальное. Поэтому кому-то бреке понравился, кому-то никакой не понравился, кроме первого. Поэтому здесь мы, конечно, не будем с вами говорить. Но мы должны главное с вами понять, что любой сорт или породу мы с вами можем включить в разные методы для этого. Особенно у растений. В отличие от животных огромная гамма различных методов. Это и современнейшие методы, это клеточная инженерия, реагентная. И это основные методы, которые использовали уже давно. То есть гибридизация, полиплоидея, гибридез и искусственный подбор. Все эти методы усвоили? Да. Хорошо. Проверим. Итак, у вас на столах имеются вот такие листы оценированных. И так. Возьмите каждый, там для каждого 4 листа. И так, все возьмите. И там написано, я знаю. То есть если вы знаете, вы отмечаете плюс. По низу, пожалуйста, подпишите. Если нет, минус. И у вас 6, 7 столбиков. Это определение селекция. И дальше методы для нас. Точно? Неопределение? Неопределение? Неопределение. Если ты знаешь, что ты сама можешь ответить на этот вопрос, что это за это, то ты ставишь вопрос. Если ты не можешь ответить, тогда ты ставишь, ну, что ты был, плюсик поставишь. Понимаешь, ну, будешь, а если ты просить, то все равно не ответила. И так. Пожалуйста, оцените себя. То есть у вас должно быть 7 плюсиков, крестиков, как и от 7. Да. Ну, чем сколько здесь у вас? Там минус много? Ну, может, конечно. Ну, если ты не совсем, ну, не помнишь, что это такое, то может быть минус. Честно, да? Вы сами себе признаете, что вы знаете, что не знаете. Если у вас все плюсы, значит, вы просто молодцы. Значит, вы не зря работали на этом уроке. Эти методы селекции, вы их запомните. Если есть где-то минус, значит, работа дома, да? Чем нужно заняться? То есть вам этот минус обязательно отработает, да, чтобы он стал плюсом. И так. Домашнее задание. Открываем кнопки. И записываем домашнее задание. Домашнее задание. Домашнее задание. Карага 27. Скобочка. Тридцать один. То есть там не все, а только те методы, которые мы разобрали. Это инженерия, еточная инженерия. Инженерия. А дальше задание у вас индивидуальное. То есть вы выбираете то, что вам ближе. У вас три варианта задания. Первое задание. Одно задание. Одно из заданий, да? То есть мы все надо делать только одну из них. Это написать сообщение про любого селекционера из неяшского края. Кто он? Чем занимается? То есть кратинга его работы. Второе. Это интересные факты в селекции. Становление методов. Может быть еще какие-то вы интересные факты найдете о самих растениях и так далее. То есть не менее трех таких интересных фактов, которые можно озвучить и заинтересовать. И третье задание. Это задача по всей лекции на определение метода. То есть это такая же задача, как вы делали сейчас. с помидорами. Но вы придумаете, может быть, что-то свое. Вот такое же интересное, которое можно практически обеспечить и определить методы. Не менее двух задач. Одно такое? Да. Вот из них выбираете одно по себе. Какое вам ближе, кто вы их любите. Итак. Ну а теперь, хотелось бы сказать, да. Все молодцы. Очень сильно работались. Включились в процесс освоения методов селекции. Хотелось бы услышать вас, как вы. Себя, Люба. Что понравилось? Хорошо. Ваша группа. Какой замок вам больше понравился? Нам понравилось. Все. Я хотела сказать, что мы будем экспериментировать. Совсем что-то делать. Понятнее стал претенент. Да. Так. Ваша группа. Пожалуйста. Нам все понравилось. Вот все понравилось. Нам прям влюбиться. Валя, все готово. Так. Ваша. Нам тоже больше понравилась экспериментировка. Экспериментировка. Да. Практика. Да. Интересные сроки. Вам очень понравилось. Вам очень понравилось. Валя, друзья. Спасибо вам огромное за урок. Урок закончен. До свидания. До свидания. До свидания.